Добрый день, друзья! Сегодня мы рассмотрим такой интересный вопрос «Легко ли быть женой моряка?» Ну, могу рассказать про свою жену. Мы с ней работали еще сразу же после окончания моей морской академии на речном теплоходе. Я был вначале мотористом, потом матросом, она убирала каюты. В общей сложности это длилось два года, поэтому нам эта тема знакома. Потом, через какое-то время, она первая пошла в море причем контракт у нее длился полтора года. Где-то через год она вытащила меня в море. Я вошел вначале вайпером, потом стал четвертым механиком. Это где-то прошел год. И потом шесть месяцев мы вместе с ней проработали на пароходе. Контракт длился у меня девять месяцев. Что сказать? А, и дальше я ее приглашал, когда был на этом же первом контракте. Смотрите, на заднем плане мы с ней попали в такой шторм. Она приезжала вместе с сыном, который учился в первом классе. Но я тогда был четвертым механиком. Конечно, было не весело приглашать жену на борт, потому что драй-дог стояли. Работа там по 12 часов в сутки. Туалет не работает, холодина постоянно в работе. На меня такая тоска напала. Думаю, не, никогда больше приглашать не буду. Сейчас, конечно, когда старший механик, уже можно спокойно вызывать в рейс, но еще ни разу этого не делал. Хотя все индусы, бегом только стал стармехом или капитаном. Все, пять детей, жену на пароход, живут в каюте. Поэтому хочу сказать насчет моей жены. Ей это все знакомо. Ну что, если есть какие-то жены других моряков, которые ни разу не посещали пароход, понятно, если ты сидишь даже в каюте со своим мужем, ты не можешь проникнуться ответственностью и вообще, что происходит, но хотя бы знать какие-то основы, как он выглядит и что вообще происходит. Ладно, это лирическое отступление. Поехали к статье. Ссылку на статью я всегда оставлю в описании к видео. Это не мое личное мнение, это чисто субъективное мнение жен. Поэтому все вопросы к ним, а не ко мне. Если хотите узнать мое субъективное мнение, подписывайтесь на канал, смотрите 136 серий. Там я все рассказал. Все и даже больше о себе и о жизни на пароходе. Понеслась. Корреспондент «Морской правды» пообщалась с женами моряков, чтобы узнать у них, насколько это тяжело, либо наоборот, несложно быть женой человека, большую часть жизни работающего в морях. Действительно ли так сложно переносить длительное отсутствие мужа? Конечно, современным женам моряков значительно легче сегодня, потому что контракты по 9-12 месяцев остались практически в прошлом. Уже не надо ждать мужа почти год. Интернет-технологии позволяют почти всегда быть на связи, но все-таки на вопрос, легко ли быть женой моряка, может ответить только она, жена моряка. От себя вставлю, да. У меня тоже был контракт, самый длинный 12 месяцев, самый короткий месяц. Но в те времена, я помню, на берег выходишь, и раз в три месяца покупаешь какую-то карточку, а карточек не было. Просто идешь, из телефона звонишь, или кто-то на пароход приходит. И вот так раз в три месяца позвонил, и все. Сейчас соцсети, интернет, даже на пароходах есть интернет, поэтому никаких напрягов. Обращаемся к субъективному мнению жен. Жена третьего механика вместе 10 лет. Я очень часто слышу такие слова. Тяжело, наверное, быть женой моряка. И сочувствующий взгляд. И каждый раз я вру. Очень тяжело. Скучаю так, что сплю плохо. Плачу от тоски темными вечерами. Почему вру? Думаете, я не люблю мужа? Люблю, конечно. Безумно. Просто не уверена, что каждый поймет, когда у меня в должности жены заслуженный отпуск. Долой готовку. Ура! Пустой холодильник, чтение любимых книг по вечерам, йога сколько угодно раз в неделю и, как следствие, отсутствие продуктов минус 4 килограмма за три месяца. Не скажу, что так классно без мужа все время. Нет. Только первый месяц наслаждаешься отпуском от мучительных будней, кухарки и уборщицы. Затем начинается кайф приятных скучаний за мужем. Я слышала, что есть такое выражение «романтический мазохизм». Очень интересный факт. Когда ты романтик такой, что мир ждет от тебя стихотворение о любви, ты получаешь такое наслаждение от того факта, что с любимым человеком разделяют моря и океаны. Твоя любовь возрастает и приумножается в звонках и сообщениях, полных нежностей и признаний в сокровенных чувствах. В разлуке мы с мужем каждый день пишем друг другу «Я люблю тебя». Ведь нет необходимости говорить эти слова, когда видишь друг друга изо дня в день. Получается, что расстояние рождает романтику и будоражит чувства между нами, каждый раз возвращая нас на 10 лет назад, когда отношения только начинались и были трепетными и нежными, как лепестки роз. И еще раз, тяжело ли быть женой моряка? Да, безусловно. Но плюсы, которые вносят в наши отношения разлука, перекрывают все минусы данной профессии. Возможно, не все женщины готовы к испытаниям, которые связаны с морем, но если вы романтик в сердце, то будучи женой моряка, вы откроете в себе новый большой мир и научитесь любить еще сильнее. Жена Ботсмана 5 лет вместе. Как-то много драматизма в этом вопросе. Мужчина же выбирает для себя такую работу, когда ты вдали от дома большую часть своей жизни. Почему тогда женщины не могут выбрать себе такого мужа? Лично для меня ничего такого в этом нет. Я росла в окружении мужчин, постоянно занятых работой и вследствие этого не бывающих подолгу дома. Главное знать, что любимый где-то есть, пусть даже и не рядом в этот момент, но мысль о долгожданной встрече согревает. Это же как вечный медовый месяц. В то же время нужно иметь выдержку и терпение. Не видя человека по полгода, отвыкаешь от его привычек и образа жизни, а иногда можно просто не узнать в нем своего мужа. Тяжесть условий труда накладывает свои отпечатки на характер и ход мысли. В общем, ничего сверхъестественного в том, чтобы быть женой моряка, нет. Все та же жизнь, просто немного похожая на американские горки. Жена старшего помощника капитана вместе 13 лет. Если говорить честно, то ответ на этот вопрос достаточно прост. Женой моряка быть легко настолько, насколько легко быть женой, например, физика или архитектора. Ведь мы выбираем мужчину, а не его профессию. Да и за столько лет общения с коллегами своего мужа и их женами, я поняла, что нет прямой зависимости между морской профессией и отношениями в семье. В семьях моряков, как и в любых других, бывают радости и печали, ссоры и примирения. Самое распространенное мнение, почему сложно быть женой моряка, а сегодня это скорее миф, чем реальность, длительное отсутствие мужа. Я вспоминаю жен моряков 20-25 лет назад. Так сегодня должен прийти в порт, значит, сможет выйти, позвонить. Какое время, неизвестно. Плюс-минус несколько дней, стационарный телефон. Дома не занимать больше, чем на одну минуту. Друг позвонит, из дома не выходить, караулить телефон. И тут, о чудо, долгожданный международный звонок, определяемый по характерным гудкам. Связь отвратительная, разговор на второй-третьей минуте обрывается, счетные попытки возобновления связи и опять несколько месяцев ожидания неизвестности. И так 8-9 месяцев. Вот это мучение, не поспоришь. Хочу вставить здесь пример своей радиограммы. Это мы еще с женой не были женаты. Когда я был на первой практике, она ходила на одесский почтамп и высылала мне такие радиограммы. А я даже обратно не мог ничего ответить. Даже не звонили мы. А это было буквально, в каком это году было? В 91-м году того века. Сегодня же контракты моряков достаточно гуманны. От 2-3 недель до 4-5 месяцев. А с развитием современных технологий вообще нет проблем всегда оставаться на связи. Мало того, еще и онлайн можно проследить за пароходом супруга. Конечно, злые языки скажут, что это все ерунда. Его же все равно нет 4 месяца дома. А вот мой муж каждый день при мне. Но как часто бывает, что пришедший поздно с работы и уставший за целый день мужчина может физически и при тебе, но не с тобой. Зато какое счастье, когда у мужа отпуск 3-4 месяца. Кто еще может позволить себе такой длительный семейный отдых? Для меня неоценима помощь мужа по дому во время отпуска, его общение с детьми, когда он полностью погружен в решение детских проблем. И его мысли сосредоточены именно на них, а не на работе. Его способность всегда найти нужные слова поддержки в трудную минуту. И, конечно же, его умение создать невероятное количество романтических моментов для нас двоих. Есть, конечно, и одна проблемка. Насколько бы и не был длинным отпуск, он почему-то очень быстро заканчивается. И вот тут-то ты осознаешь, что на самом деле означает быть женой моряка. Благодаря профессии мужа я прекрасно разбираюсь в автомобилях, могу поменять лампочку в перегоревшем фонаре, залить антифриз в расширительный бачок. А недавно я увидела восхищение в глазах работника шиномонтажа. Когда я попросила подкачать колеса, а он язвительно, конечно же, вы не знаете, какое должно быть давление. На что я ему ответила. 2,2 на всех четырех. Думаю, правая передняя подспущена, что для него прозвучало из моих уст подобно предсказанию. Я могу спокойно поменять перегоревшие лампочки в квартире, поменять какое-то время протекавшую и окончательно сломавшуюся именно в отсутствие мужа дешевую лейку. Я умею пользоваться шуруповертом и различаю саморезы по дереву и по металлу. Я без проблем могу настроить роутер и переустановить систему на компьютере. Я неплохо разбираюсь в футболе, так как несколько лет назад мне пришлось стать связующим звеном между играми Лиги Чемпионов и футбольными болельщиками на пароходе супруга. Этот список можно продолжать бесконечно. Но я уверен в одном. Мой муж все это ценит. А мужская работа, которая ложится на плечи жены моряка в его отсутствие, не такая вроде и сложная. Да и чем больше забот, тем быстрее пролетает время и наступает долгожданный момент встречи. Более 10 лет я встречаю мужа в аэропорту и каждый раз наша встреча неповторима. Взгляд, прикосновение, поцелуй вызывают такие эмоции, как будто это первое свидание и нет 9-летнего опыта семейной жизни за плечами. Легкое головокружение, бабочки в животе и мысли только о том, какое это все-таки счастье обнимать любимого мужчину и все вокруг перестает существовать в тот момент. Ты начинаешь двойне ценить каждую секунду, проведенную вместе. Легко ли быть женой моряка? Легко быть не женой моряка, а женой любящего и любимого мужчины. Жена второго помощника капитана, вместе 3 года. Моряк. Эта профессия меня влеклась с детства. Лет так в 14 я хотела себе мужа моряка или футболиста. Думала, что вот неплохо так будет, он с себя работает, а я отдыхаю, живу свое удовольствие. Но один момент я упустила. Любовь. Если любишь человека, то эти месяцы разлуки становятся невыносимыми. Я не из тех людей, которые плачут, которые закрываются в 4 стенах. Жизнь бурлит, даже когда любимый в рейсе. Но она лишена ярких красок. Это как быть без одного крыла. Это все время думать о муже, это быть сильной, без права на ошибку. Ведь тебе никто уже не поможет. Разве это морально? И то не всегда. Но в то же время, это каждый раз, как первый раз. Романтика на всю жизнь. Ведь лишь на расстоянии можно понять, насколько тебе дорог человек и как тяжело без него. Жена судового повара, 5 лет вместе. Только девушки моряков знают, какая это прекрасная, но в то же время и тяжелая судьба быть женой моряка. А тяжесть эта заключается во многом. Нужно быть очень сильным духом и верным, чтобы быть с моряком. Так как на тебя возлагается большая ответственность, пока твой моряк в рейсе. Самая большая ответственность – это дети. Мы должны им дать всю свою любовь, любовь двоих родителей, заботиться о том, чтобы у них было все – счастливое и беззаботное детство. Но как бы мама морячка не старалась, все равно ребенку будет не хватать папы. А папам очень не хватает своих маленьких зайчиков. Морякам очень тяжело от того, что они не видят, как у их крошек появляются первые зубки, как они делают первые шаги, как говорят первые слова. Вот так дети растут, а у моряков проходит жизнь. И скажу, что романтики в этом мало. Когда каждый раз ребенок знакомится с папой, привыкает к нему, а потом опять по полгода, а то и больше растет без папы. Мы, морячки, не имеем права хандрить или говорить, что я не смогу. Нет, мы можем многое. Мы должны всячески поддерживать своих любимых, должны переживать, как они там переждали шторм или качку. Но мы ни в коем случае не должны показывать им, что мы с чем-то не справляемся, потому что им там намного тяжелее в чужом краю. Романтика здесь в том, что разлука открывает нам второе дыхание и наполняет нас любовью, переживаниями каждую минуту, мыслями о любимом. Ты начинаешь мечтать о том, как ты будешь его встречать, как будешь обнимать и чувствовать его объятия. И когда вы уже встретились, то у вас в душе наступает эйфория и салюты, и весь мир останавливается. Девушкам надо хорошо подумать перед тем, как стать женой моряка. Готовы ли они взять на себя такую ответственность и готовы ли ждать и прожить такую жизнь. Жена третьего механика, три года вместе. Я люблю профессию своего мужа. Нас не съедает быт, как и других. Мы не умеем друг другу надоедать. Я всегда очень жду своего мужчину и скучаю по нему. И пусть говорят, что это не жизнь не видеть друг друга по полгода. А я считаю, что это прекрасный способ всегда поддерживать пламя в отношениях. Дважды в год я обязательно плачу и люблю его сильнее, чем всегда. Я скучаю, как только отпускаю его руку в аэропорту. Дважды в год я ощущаю огромное волнение перед встречей. Помните, как в 16 лет? Перед свиданием с мальчиком, который тебе очень нравится. Эти чувства для меня всегда свежие и новые. И каждый раз я заново влюбляюсь в человека, с которым вместе не один год. Каждый раз я стараюсь что-то придумать, волнуюсь, нервничаю. Разве нервничают другие, когда муж приходит с работы? Разве ждут его так? Я люблю профессию своего мужа за то, что она позволяет мне всегда оценить моменты, когда он рядом. Жена второго помощника капитана. Вместе 8 лет. Судьба свела с моряком, хотя я даже не мечтала об этом. Студенческие годы, честно говоря, немного засматривалась на морячков, на их красивую форму, так как училась по соседству с морской академией. Жизнь морская, да целый роман, история нежности, верности, любви. Настоящие чувства не боятся расстояния разлук. Они только укрепляют любовь, делают ее нежнее и трепетнее. Время ожидания всегда прямо пропорционально радости встречи. Хоть любимые вдали от дома, но мысленно мы все равно вместе. Работа моряка – одна из самых современных профессий, требующих настоящих мужских качеств, смелости, выносливости, мужественности. Моряки – неисправимые романтики, с прекрасным чувством юмора и особой харизмой. Они добытчики, всегда переживания за семью, даже вдали от дома. За умение ждать судьба вознаградила меня сторицей, настоящей любовью, крепкой семьей и счастливой доченькой. Много лет назад я даже не подумала бы, что буду женой моряка. У меня всегда было так. Моряк – это не семья. А вот не зарекайтесь. Сейчас я счастливая обладательница статуса жена моряка. Морячка. Горжусь этим. Честно, если бы женам моряков выдавали форму, я первая стояла бы в очереди за ней. Это, конечно же, очень сложно быть в разлуке со своей семьей так долго. Переживания, нет связи подолгу, начинают всякие гадости в голову лезть. Лично я очень эмоционально переношу рейсы. А быту жена моряка – это мастер на все руки. Приходится им быть. Время идет, растут дети. Да и мы не молодеем, провожаем мужей в море, считаем дни до встречи. Так и живем. Но это наш выбор. Вот и все субъективные мнения жен моряков. У моей жены, наверное, оно должно быть немножко другое. Но хотя, в целом, все совпадает. Поэтому, чтобы знать больше о морской профессии, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии к этому видео, ставьте лайки, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить очередное интересное видео. До встречи, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok